Ой, никаких удобств нет, даже в туалет сходить нигде. Со слезами на глазах ветеран войны Любовь Суворова рассказывает о своей биографии. В многоквартирном доме, где уже 88 лет живет пенсионерка, полная антисанитария. Нет воды, газа, да и свет не везде. Несколько лет назад рухнуло единственное удобство. В прямом смысле, туалет провалился со второго этажа на первый. Теперь все жители дома вынуждены пользоваться ведрами и выносить отходы в кусты возле крыльца. В войну женщина трудилась на местном льнозаводе и окопы для бойцов рыла. Теперь собственными силами ветерану приходится латать дыры в родном убежище. Говорит, не думала, что старость будет встречать в таких условиях. Топим тепло и спим. Вроде так и хорошо. А в трудах что будет, не знаю. Любовь Александровна говорит, единственные помощники – это внук и соцработник. Они и на колодец за водой сходят, и в магазин. Греться женщине приходится от неисправной печки, которая постоянно дымит. В соседней квартире живет семья с маленьким ребенком. От постоянной плесени на стенах девочка часто болеет. У нас детский тазик. Я ставлю в раковину тазик. Наливаю сюда воды и мою ребенка. Иначе у нас больше никак. Своими силами глава семейства Валерий Маевский пытается поддержать хоть какие-то пригодные для жизни условия, помогая и соседям-пенсионерам. Ремонтирует проводку, ставит распорки на стены. Но это лишь, чтобы себя успокоить, говорит мужчина. Крыльцо дома со столетней историей вот-вот рухнет. И вот расстояние. Вот лестница была на этом уровне. Она просто садится вместе с крыльцом. И здесь вот даже наверху можно посмотреть по стяжкам. Там осталось бревно висеть на пичном коробке. Сейчас, если она еще дальше, просто это все рухнет. Вот и все. Здание по улице Толбухина в Тутаеве было построено еще до революции. В 1917 году сначала как общежитие для жандармов на первом этаже располагалась конюшня. В советское время помещение реконструировали под квартиры. И на этом, говорят жильцы, с ремонтом было покончено. Теперь на стенах паутина и плесень. На потолке протечки. А это, можно сказать, достопримечательность злополучного дома. Чердак. Здесь невооруженным взглядом видно, насколько прохудилась крыша. Конструкцию держат распорки. Шифер и вовсе обвалился. А для того, чтобы хоть как-то спасти свое жилье от дождя, люди запасаются тазиками. Как отмечают сами жильцы, за такие условия проживания приходится регулярно платить. Управляющая компания от обслуживания дома отказалась. Но за вывоз жидких отходов из выгребной ямы, которой никто не пользуется, пришел долг почти в 3000 рублей. Многочисленные жалобы в различные инстанции результатов не дают. В администрации отмечают. Это пени. На 13 квартир в доме почти 80 тысяч рублей. На предмет проживания и признания дома непригодным жители не обращались. И дом на сегодняшний день не признан непригодным. Но прорабатывается вопрос по обследованию данного дома, так как проблема и сна. Для принятия решения о признании дома аварийным нужно заключение специализированной строительной организации. Администрация уверяет, держит ситуацию на контроле. Жильцы, в свою очередь, отвечают. Следующая инстанция для обращений – уполномоченный по правам человека. Светлана Доброхотова, Георгий Иванов. День событий.